Это программа «Игра в классике» Программа о людях, которые играют в игры И об играх, в которые играют люди Говорим об актуальном, вспоминаем классику Меня зовут Платон Беседин Добрый вечер Год 1999 Закрывавший тысячелетие 2 И открывавший тысячелетие 3 Подарил нам немало знаковых И я бы даже так сказал Культовых фильмов Ну например, зрители увидели такие ленты Как «С широко закрытыми глазами» И «Матрица» Я рассказывал о них в своих программах Но пожалуй лучше всего Ту эпоху закрыл и соответственно Открыл эпоху новую Фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» Выпущен был в середине октября 1999 и был сделан по одноименной книге Чака Паланика И поверьте, тут есть о чем поговорить Добро пожаловать в бойцовский клуб Вот собственно та книга Чака Паланика «Бойцовский клуб» Отражала, идеально отражала Настроение радикально настроенных Молодых людей, максималистов Жаждавших не просто сбросить классиков С корабля современности Но и взорвать сам корабль Да, Паланик стал едва ли не главным автором Так называемого поколения Z То есть поколения зумеров Настолько знаковым автором Что принялся выпускать по книге в год И каждая новая становилась хуже предыдущей В общем, первые книги можно читать Далее не обязательно Но тем не менее Издательства в погоне за коммерческой выгодой Постоянно печатали Паланика Более того, запускали разнообразные серии Где в том числе и вместе с Палаником Выпускали таких монстров контркультуры Ну например, как Уильям Берроуз Или Хьюберт Селби-младший Однако именно Паланик, пожалуй Остался главным автором поколения нулевых Поколения зумеров И вот пожалуй, именно он Сформировал настроение нулевых, что ли Хотя опять же, писал не о поколении Z А о другом поколении, предыдущем Поколении X Который в литературе запротоколировал В одноименной книге еще один знаковый автор Дуглас Коуплет Собственно, герой, главный герой Так называемый рассказчик бойцовского клуба Это типичный представитель поколения X Но если вы видели, то наверняка помните Если не видели этот фильм, то посмотрите Ну вот, что любопытно и к чему я, собственно, об этом заговорил Вот тогда, в начале нулевых, мы смотрели бойцовский клуб Как, ну да, безусловно, отличное кино Но кино не о своей, а о чужой жизни А вот теперь мы смотрим этот фильм Как кино, сделанное нас Вот в чем фокус То есть, смотрите, буквально спустя 20 лет Реальность бойцовского клуба стала уже нашей реальностью И духовно, и культурно, и социополитически Прежде всего, конечно, реальностью жителей больших городов Собственно, Финчер создал не просто классное кино Оно действительно классное Но своего рода манифест злых людей Разгневанных молодых людей Которые, да, они сытые Но они устали от пресыщенности этого пластмассового мира Который все-таки победил Мир, а где все одноразовое, даже друзья И вот, собственно, всякий раз в этом мире Чтобы почувствовать себя живым Нужно делать кому-то больно Или потреблять, потреблять, потреблять И вот, кстати, что любопытно На тех, кому за 45 лет на сегодня Бойцовский клуб в свое время Впечатления особого не произвел Ну, то есть, он не оказался им ментально близок Более того, бойцовский клуб изначально провалился В американском кинопрокате И дошел к зрителю, к зрителю, точнее, благодаря DVD То есть, люди заказывали себе DVD И, ну, смотрели дома И, вероятно, чувствовали себя такими Диванными революционерами Которые взрывали мир, не вставая с комфортных мест Да, во многом, конечно, обратиться к бойцовскому клубу Заставили и события 11 сентября 2001 года Но мы все помним эту дату Тогда были взорваны, были атакованы башни-близнецы в Нью-Йорке И, конечно, это удивительным образом Совпало с концовкой ленты Финчеров Которая рассказчик, называемый в титрах То Джеком, то Рупертом Стоит вместе с Марлой Зингером На фоне взрывающихся небоскребов Под великую песню Pixies Where is my mind? То есть, в один момент этот фильм Стал выглядеть не просто как манифест Антипотребления А настоящим пророчеством При этом в бойцовском клубе разрушение приходит изнутри Тайлер Дёрден запускает так называемый проект Разгром А вот в нашей реальности, да, 11 сентября В Америку разрушение пришло извне Однако, позже вскоре выяснилось Что, возможно, атака террористов на вот эти самые башни-близнецы Стало делом рук американских спецслужб То есть, опять же, разрушение пришло изнутри Мы встретились в странный период моей жизни То есть, в одной части Бойцовский клуб оказался не просто классным фильмом Но, опять же говорю, манифестом Неким пророчеством Вот этих самых разгневанных людей Которые пытаются, мечтают обратить мир в пепел Однако, и непосредственно как кино Бойцовский клуб ошеломляет Неважно, в какой раз вы его смотрите А если не смотрели, то посмотрите Это тот уникальный случай Когда фильм оказывается лучше А в чем-то даже намного лучше книги И, к слову, сам Паланик признал Что Финчер сделал Бойцовский клуб Более осмысленным, внятным Ну, прежде всего, за счет вот этой феноменальной концовки Это несмотря на то, что здесь есть блестящий актерский состав То есть, Эдвард Нортон, Хелена Боном Картер, Брэд Питт Ну, к слову, герою последнего Старались подражать едва ли не все революционеры и оппозиционеры 21 века Ну, или те, кто мнил себя ими Это трио Картер, Нортон, Питт играет настолько классно Настолько феноменально, что даже на втором плане Оказываются такие люди, глыбы, как Джаред Летта и Митлоуф Вообще, вот, когда я говорю на разных планах Это тоже не случайно Потому что все детали, в случае бойцовского клуба Играют мастерски То есть, Финчер как бы манипулирует зрителем И за счет 25 кадра И за счет смены переднего и заднего плана В общем, работает с подсознанием И действительно, как результат, вышла очень разноплановая Интерконтекстуальная, уж простите за это умное словцо Работа Однако, мы должны понимать, что прежде всего бойцовский клуб Необходимо рассматривать в социальном и политическом контексте Это высказывание, которое не теряет актуальности до сих пор Вот в чем фокус Ведь в бойцовском клубе мы видим и восстание желтых жилетов И движение Black Lives Matter И вот этот феминистический радикальный бунт И в принципе, любой протест, неважно где он происходит, там в Гонконге, Иране или Вашингтоне Неважно И вот в чем фокус? Это бунт даже не столько, может быть, и не только против правительства Или этого глобального правительства, сколько в принципе против мира потребления, который буквально прессует и доминирует над нами Это бунт против мира корпораций и транскорпораций И вот Тайлер Дёрден, которого блестяще, еще раз говорю, сыграл Брэд Питт В данном контексте это своего рода такой пророк нового мира То есть главарь, который ведет за собой в крестовый поход против мира потребления Существовать в котором, соответственно, более невозможно Ну вот эти слова, вы же наверняка их помните Ты, это не твоя работа, ты, это не твоя машина, ты, это не твой дом Он повторяет это как мантру И действительно, это фильм о бунте белых разгневанных мужчин Которые пытаются обрести свою маскулинность, свою силу Однако вместо этого они получают мир, похожий на, скажем так термином Лимонова, на дисциплинарный санаторий И в качестве этого мира им подсовывают тюрьму Тюрьму, в которой пациенту дают некую таблетку Что под таблеткой мы понимаем? Ну, в современном мире это все эти бесконечные медитации Йоги, кочи, тренинги, психологи, в общем, прочие шарлатаны Которые погружают в сон равнодушия Или, вспоминая классику, в сон разума, порождающий чудовищ Вот, собственно, герой бойцовского клуба, он страдает бессонницей и вместе с тем как бы спит наяву Он не в состоянии разобрать, где сон, где ясно Он не в состоянии отличать реальное от виртуального Конечно, в этом он похож на одного еще знакового героя 1999-го Это Нео из Матрицы Однако, в отличие от братьев Вачовски, но я к Матрице делаю отсылку Финчер не уходит в киберпанк Он работает сугубо человеческим материалом Показывая, что современный человек, сформированный тремя китами То есть, упрощенной восточной мудростью, протестантской моралью крайнего толка И вот этими самыми тренингами Этот человек не в состоянии адекватно воспринимать мир Он не в состоянии реагировать на вызовы, брошенные этим миром Ну, смотрите, человек, современный человек, мнит себя, ну, я не знаю, властелином мира Однако, кто он на самом деле? А на деле он банальный раб Раб корпорации, раб своей работы, раб рекламы Раб мебели из Ikea, раб ипотеки и так далее, и так далее, и так далее Вот в чем парадокс Чтобы, как говорит Тайлер, да, он говорит Только утратив все, мы обретаем свободу Ну, казалось бы, парадоксально, да, однако Ведь в современном мире, действительно, самыми свободными людьми Оказываются вот эти 700 миллионов нищих, голодных жителей Африки У которых нет ни кредиток, ни ИНН, ничего Ты не знаешь, каково это! Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу Однако, если мы говорим о современном человеке Из так называемого цивилизованного мира То как мы его охарактеризуем? А он пребывает в состоянии двойственности И вот это раздвоение личности Оно очень сильно коррелирует с раздвоением общества Мы наблюдаем это прямо сейчас То есть, смотрите, одни там сражаются в окопах Бьются за нашу родину А другие, другие веселятся, прожигают жизнь По телевизору КВН В воздухе, в небе салюты Что это? Это раздвоение общества, которое рождает насилие И на экранах, и в жизнь И это тоже в бойцовском клубе Я даже сейчас добавлю, может быть, несколько интеллектуальностей И скажу, что вот буддисты называют такое состояние барда Это такое промежуточное состояние Когда прошлое уже мертво А новое, оно еще как бы не создано, неизвестно И вот слово в бойцовском клубе Тайлер постоянно подчеркивает, что Наследие предков, наследие отцов больше не работает Нужно создавать новое Но где оно? Мы пасынки истории, ребята Мы не востребованы Ни две великой войны Ни великой депрессии Наша война, война духовная Наша депрессия Наша судьба Вот, собственно, к чему я это все говорю Ну, не только же к тому, чтобы вспомнить Действительно знаковый, важный фильм Я говорю это еще к тому Что то, что происходит сегодня Во многом напоминает реальность бойцовского клуба То есть нас уверяют, что Россия пробуждается ото сна Россия пытается обрести свою идентичность Но что дальше на самом деле, никто не знает И вот одна из самых известных фраз, произнесенных Дёрданом Звучит так Наша война, война духовная Наша депрессия, наша судьба Ну, он там сокрушается о том, что нет войны Так вот, в реальной жизни, в нашей жизни Мы эту самую войну получили И по сути мы наблюдаем, как те герои Бойцовского клуба в финале, как рушится старый мир Вот этот глобалистский или глобальный мир То есть прежние ценности, очевидно, мертвы Ну вот, разница с фильмом в том, что на этом кино Дэвида Финчера Заканчивается А, собственно, наша жизнь, новая жизнь в новом мире Только начинается Верь мне Всё теперь будет прекрасно Это была программа «Игра в классике» Меня зовут Платон Беседин Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе В чём мы лишний раз сегодня убедились Удачи вам, любви и много-много терпения Удачи вам, любви и много-много терпения